Этот зал видел немало выставок, но впервые в новейшей истории России в Государственном Думе развернута выставка, посвященная основателю Российской Федерации, Великого Союзного Государства Владимиру Ильичу Ленину. У нас здесь немало молодежи, хотел бы обратить ваше внимание, что примерно в вашем возрасте, в 25-26 лет, Ленин засел за уникальную работу о развитии капитализма в России. Он проштудировал почти 500 источников и пришел к выводу, что Российская империя, в Российской империи капитализм получил периферийный развитие. Он носит подчиненный характер и неизбежно крупнейшие капиталистические державы схватятся за передел мировых рынков, которые уже были присвоены наиболее могущественными кланами и государствами. Германия пришла к этому столу позже, друзья. И они втянуты Российскую империю в эту бойню. Казалось бы, в молодом возрасте, осмыслив все происходящее, можно было выбирать разные пути и дороги, тем более он родился в очень благополучной семье, блестяще окончил школу, но Ленин выбрал тернистый путь борьбы за интересы трудового народа. Он сделал несколько гениальных открытий о том, что империя неизбежно попадет в водоворот войны, а учитывая, что она зависима от капитала Лондона, Парижа и Нью-Йорка, она проиграет эту войну. К слову сказать, в Первой мировой войне сгорели четыре империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская, Таманск. И собрать державу снова можно будет не на националистической идее, не на имперской почве, а на идее труда, справедливости, дружбы народов и равенства народов. Эту идею он не просто предложил, он ее оформил и политически, и юридически, и фактически реализовал в повседневной практике. Прежде всего была создана партия нового типа, которая руководствовалась уставовым программой, где труд, а не капитал был главным. Во-вторых, он сумел убедить граждан страны послушать его. Вспомните его пять гениальных лозунгов. Мир народом, страна в крови истекала, и крестьянин и рабочий Российской империи не знал, за что он воюет в этой схватке, которой схватились капиталисты всего мира. Хлеб голодным. В двух третей губернии Российской империи бушевал голод, в половину было введено чрезвычайное положение. Заводы рабочим. И прежде всего под рабочий контроль поставить всех, кто трудится и кто руководит этими предприятиями. Землю крестьянам, крестьянин всю жизнь мечтал о своей земле и власть советом трудящихся, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. И обезумевшая в войне страна, распавшаяся империя, услышала эти призывы. Услышала, создала великое союзное советское государство. Впервые в истории человечества труд стал определять судьбу страны, а не капитал. Впервые советы трудового народа были главными органами государства и власти. Впервые основу идеологии составлял гуманизм, уважение к человеку труда, высокое образование и блестящая наука. Впервые он обратился к гражданам страны с нуля. Сформировали пятимиллионную Красную армию, которая расколотила всю Антанту, а их было 14 государств, которые уже поделили Россию на 20 кусков. Впервые на съезде мирно, демократично сформировали в новом облике великое государство, в облике Союза Советской Социалистической Республики. Под Российской нынешней Федерацией, ее созданием нет иной подписи, кроме подписи Ленина, а ленинско-сталинская модернизация увеличила потенциал за 20 лет в 70 раз. Вся сволочь мира не может простить Ленину и Сталину, что они уже поделили распавшись империю, уже приватизировали ее по кускам. И тем не менее она, как псица-феник, возродилась в новом облике и сумела победить фашист, прорваться в космос и создать лучшую гуманистическую и социальную систему. В этом суть подвига Ленина, в этом суть подвига ленинско-сталинской модернизации. Сегодня много говорят о кризисе, уж тот кризис, который достался Ленину, та полуграмотная масса населения, убитая промышленность и парализованный транспорт. Уж трудно даже представить себе, как можно было выбираться оттуда, да еще в условиях войны, которую навязала Антанта. Всего за пять лет опробировал четыре варианта политики. Военный коммунизм не пошло, продразверстка лучше, но тяжело, продналог стало лучше, и новая экономическая политика, когда примирили различные формы собственности, и на глазах стало возрождаться. Я хочу, чтобы молодежь запомнила, что за десять предвоенных лет мы построили, ваши отцы и деды, шесть тысяч на ту пору лучших в мире заводовых фабрик. И сорок первые встретили трагически лучшим станочным парком, самым грамотным и квалифицированным рабочим классом, исключительно подготовленным патриотичными солдатами и офицерами. Когда фашистские генералы допрашивали, почему они проиграли войну, они сказали, да мы войну проиграли не только Красной Армией, мы ее проиграли. Мы ее проиграли прежде всего советскому учителю, который за десять лет сумел подготовить такого выдающегося храброго солдата и офицера. Мы первые улетели в космос, мы создали блестящую социальную систему. Как только идеалы октября и ленинской политики были в 1991 году преданы, так мы стали снова кувыркаться из одного кризиса в другой. Я абсолютно уверен, что можно подниматься ввысь, если опираться на то главное, что есть в нашей тысячелетней истории. Это прежде всего лучшие человеческие и патриотичные качества. У нас уникальный творческий и научно-технический потенциал. У нас ракетно-ядерный паритет, который создавала великая страна. И быть уверенным, лишь опираясь на человека труда, на выдающиеся ленинские декреты, которые вам будут представлены, можно было совершить тот подвиг, который спас планету от фашизма, позволил нам первым открыть космос и создать лучшую социальную систему защиты граждан. Без этого уникального опыта, без его глубокого знания мы из очередного кризиса не выберемся. И последнее. Мы не нужны в этом мире были ни в форме московского царства, ни в виде Российской империи, ни в форме великого союзного советского государства. И нынешняя Российская Федерация обложена санкциями, подожгли две пороховые бочки на Украине и на Ближнем Востоке и продолжают всячески преследовать. Не хотят они видеть нас умными, сильными, образованными и успешными. На планете проживает почти 7 миллиардов людей. От Балтики и Черного моря до Тихого океана у нас осталось 2% населения планеты, но принадлежит вам 15% территории суши и 30% главных стратегических ресурсов планет. Если будем слабые, необразованные, без должной науки, без мощной промышленности, без скрипков характера, нас разорут похлеще, чем Ливию, Ирак и Сирию вместе взятых. Но самыми могучими мы были во времена советской эпохи. Мы были самыми умными, самыми передовыми, самыми храбрыми, самыми героическими и самыми патриотичными. Нам у этой эпохи всем надо учиться. Ее закладывал, ее основы, Ленин и Ленинско-Сталинская модернизация.